Приветствую вас! Я, пожалуй, поддержу своего коллегу в том, что вы не уверены в себе, у вас низкая самооценка. Но я полагаю, что страх, он кроется немножко в другом. Не совсем в низкой самооценке и в неуверенности. Я думаю, что вы боитесь конкуренции. Боитесь конкуренции, боитесь сравнения, боитесь того, что вам придется бороться за девочку, например. Вот. И это говорит о том, что вы не раскрываете себя, свои уникальные особенности, свои индивидуальные особенности. Вы этого не раскрываете. Причины нужно выяснять. Вы пишите, почему я боюсь, что меня означают девочки, у которых высокое число друзей в аккаунт. Потому что эти девочки не дают вам ощущение надежности, ощущение безопасности, к которым вы стремитесь. Но за счет них. В моей стране и области это просто не наподобный почти у всех такое количество. Это просто для количества. То есть невозможно общаться с двумя остами и тремя остами людьми в контакте. Любой человек общается ну максимум с пятью, ну десятью, ну пятнадцатью, ну ни двести, ни триста человек. Понимаете? Поэтому это просто количество. Можно ли с ними знакомиться, если они есть в знакомствах? И не очень понятно смысл того, что вы специальные, но знакомиться лучше в реальной жизни, а не в социальных сетях. Для чего им такое количество? Для ЧСВ, то есть чувство собственного величия. Для количества, для внешнего вида, для имиджа. Почему не могут намести порядок? Для них это и есть порядок. Почему в российских городах это не так подобно распространировано в исполнении с украинскими? Украинские девушки, будучи молодыми людьми, активно хотят реализации, активно хотят лучшей жизни. И поэтому украинские девушки, я понимаю, в какой ситуации они живут. Но украинская ситуация далеко не самая лучшая. С точки зрения финансовой составляющей, экономической, то девушки украинские хотят активно вырваться куда угодно из Украины. Вот. И с учетом того, что Украина сейчас довольно открытая страна. Открыта в плане того, что открыта в Европе, открыта в Америке. Активно все это пропагандируется. Европейские западные ценности. У людей есть чем сравнивать. У людей есть, кто нас ждет набрать. У людей есть куда стремиться. И украинские девушки, в том числе не только девушки, активно хотят туда. В Европу и в Америку. А для того, чтобы попасть в Европу и Америку, нужны знакомства. Знакомство достигается через знакомство с другими людьми. Именно для этого им нужен лица 30 человек. А то и больше. Вот. Я не знаю, на чем вы основываетесь. Говоря о том, что в российских городах это не так распространено. На самом деле, мне кажется, что это распространено везде. И зависит это в первую очередь от людей. А ни от страны, ни от города. Вот. Вас, в любом случае, должно волновать немножко другая история. Должна волновать немножко другая история. Вам нужно развивать в себе самобытность, самодостаточность. Вот. Возможно, повышать уверенность в себе и самооценку. А возможно, и определиться с тем, для чего же вам девушка вообще. И почему вы рассматриваете вариант знакомства только в социальной сети. Вот. И если вы хотите знакомиться в социальных сетях, то для чего вы это делаете? Для чего вы ожидаете? И как вообще вы собираетесь выстраивать свои отношения? Ибо если вы боитесь сравнения, то боитесь сравнения вы не зря. Вообще, если человек чего-то боится, он боится этого не зря. То есть это не какой-то такой. Прям вот. Мистический страх. Нерациональный. Нерациональный. За этим всегда что-то стоит, за этим всегда что-то скрывается. И если вы боитесь, если вам не нравится, неприятно настораживать, что у девушки 200-300 друзей, значит, мало невозможно, что вы в себе сомневаетесь. И если вы в себе сомневаетесь, то, вероятно, для этого есть причина. И чем быстрее вы эти причины для себя откроете, чем быстрее вы будете с этими причинами работать, чем быстрее вы устраните эти причины, тем быстрее ваша жизнь войдет в русло, и вы потеряете необходимость узнавать у психологов, стоит ли вам знакомиться с какими-то девочками или нет. Для вас потеряет актуальность вопрос, для чего есть такое количество и почему они не могут навести порядок. Кстати, вот эта фраза, почему они не могут навести порядок, звучит очень по-родительски. С вас звучит родительский голос. Если есть такой некий запрет у вас на что-то, потому что это голос критикующего родителя. Со своим голосом критикующего родителя, или как его иногда называют, врагом, нужно тоже разбираться, чтобы он не мешал вам жить. Но при этом вы четко понимали, чего он хочет, и давали ему то, что он хочет, без вреда для себя. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.